Вид объясняет, что есть пять чувств познания. Эти все чувства, они имеют разную направленность движения энергии психической и имеют разные функции. Например, чувство слуха от ушей. Знаете, чем отличается чувство слуха? Есть уши, а есть чувство слуха. Вы скажете, что чувство слуха создается с помощью ушей, как нас учили. Нет, все наоборот. Чувство слуха существует до ушей и после ушей. Если вы не верите, почитайте исследование одного доктора наук, его зовут фамилия Моуди, книга «Жизнь после смерти». Он исследовал пограничные состояния людей, которые в результате сердечных приступов попадали в клиническую смерть, в состояние клинической смерти, потом выживали. И он сделал такое оборудование, чтобы все было видно и слышно. И все синхронизировалось с этими датчиками и так далее. И оказалось, что где-то 30% людей, они слышали все, что происходит, причем очень явно объясняли всю ситуацию, обстановку, не характерно. И вид сверху показывали. То есть они говорили, что я все слышу и нахожусь сверху. Потом, когда уже оживали, они рассказывали, что они чувствовали. И это синхронизировалось с тем, что происходилось в операционной. Они слышали беседу хирургов между собой, видели то, что происходит, описывали, кто где стоял. Причем они ни с кем не общались. Это происходило сразу после того, как они приходили в себя. Им делали опрос и узнавали, что происходит у них в сознании в это время. Оказалось, что в тот момент, когда останавливались все функции организма, человек не имел права думать, что мысль означает, что что-то делает, происходит. И он в это время видел, слышал и ощущал обстановку, находясь над операционной. Следующее чувство зрения связано с умом. Глаза являются зеркалами ума. Зеркало ума. То есть если вы хотите посмотреть ум человека, увидеть ум человека, посмотрите ему в глаза. Если вы хотите понять разум человека, послушайте его. Если человек смотрит в глаза, он видит, как протекает жизнь человека. То есть ему легко сейчас жить или тяжело. Если глаза стеклянные, напряженные, значит тяжелая жизнь. Если взгляд мягкий, спокойный, значит жизнь нормальная. По глазам можно увидеть характер человека. Характер человека – это атрибут ума. Ум соткан из характера. Дальше по глазам можно увидеть настроение человека. По глазам можно увидеть болезни человека. Они тоже относятся к уму. По глазам можно увидеть мысли человека и его намерения. Чувство вкуса связано с психической энергией. Количество энергии праны в теле, то есть возможность напитать тело жизнью, зависит от вкуса. Причем, если человек питается вкусно, значит он наполняется той энергией, которая ему нужна для жизни, становится энергетически сильным. А если человек питается невкусно, он становится энергетически слабым. Однако, если человек имеет знание, как жить правильно, он может с помощью изменения питания, вкусов, может изменить характер человека и направить его в другое русло, изменить его здоровье, если у человека есть знание, как это делать правильно. Это называется уже диета. Ну то есть, когда человек с помощью питания направляет в другое русло, поведение человека, характер, меняются не только химические вещества, а также психика человека. Потому что, чтобы вы знали, с помощью продуктов питания человек получает на 60% пополняется психика человека и только на 30% тела. И поэтому хоть толстый, хоть тонкий, раза три в день хочет кушать. У полного человека много питательных веществ, может быть, дня на три хватит, как минимум. Но он хочет кушать раз, три раза в день. И это желание кушать характеризуется снижением работоспособности, функция ума, раз. Снижением настроения, функция ума, два. Снижением самообладания, функция разума. Снижением энтузиазма, функция разума. И только слабостью может характеризоваться через 12-15 часов поста. Человек начинает чувствовать слабость уже. Означает, что телу нужна пища. Только через 12-15 часов. А первые чувства голода, это вообще никак не связано. Это раздражительность, напряжение, нервозность, снижение работоспособности. Это связано только с психическим телом. Поэтому человек заедает стресс. Когда человек в нервном напряжении, ему что хочется? Он поел быстрее, поел, поел, успокоился. Зачем? Для того, чтобы наполнить тело, тонкое тело пищей. Поэтому, говорится, мы такие, что мы едим. Что мы едим, такие мы становимся. Продолжение следует.